Добрый день дорогие зрители! В этом видео я расскажу как создать и настроить журнал на системе Open Journal Systems версии 2.4.3. Для начала нам нужно создать журнал. Для этого заходим в систему. Вот мы на главной странице, сейчас заходим в систему. Заходим в администратор сайту. И журналы на платформе. Нажимаем создать журнал. Наш движок находится на трех языках. Английский, русский и украинский. Поэтому нам нужно заполнить название журнала на всех трех языках. Мы текстовочку заранее подготовили. Правда, украинский и русский будут на одном языке, но это не сильно важно. Русский, украинский и английский. Есть. Теперь нам нужно ввести путь. Можно типа как аббревиатуру использовать. Стип-порострый. Так, журнал создан. После этого нам нужно сделать, чтобы по умолчанию при заходе на наш сайт, открывалась сразу страница журнала. То есть, как это сделать. Мы заходим в страницу пользователя. Опять администратор сайта. И в этот раз настройки сайта. Здесь идут настройки именно сайта. То есть, самого OGS. OGS может нести в себе несколько десятков журналов. Но в данном случае у нас всего один журнал. Поэтому мы делаем настройку сразу на один журнал. Вот оно. Перенаправляем. Название вводим. Тоже соответственно русский язык. Имя, контактное лицо. Вводим. Тоже. На соответствуемом языке. И почта. Все остальное, в принципе, можно не менять. Ну, разве что минимальная длина пароля. В зависимости от того, насколько хотите обезопасить. После этого ставим украинский. Тоже здесь все заполняем. Ну, имеется ввиду тут название сайта. И английский. Тоже заполняем тут контактное лицо, почта. Мы это немного ранее запомнили. Название. Нажимаем сохранить. Проверяем. Да. Теперь по умолчанию открывается у нас главная страница журнала. Переходим к настройкам и отображению. Для этого заходим в управляющий журнала и на украинском языке. А перед этим крайне рекомендую настроить языки сначала. В этот раз в менеджмент журнал. Или на русском управлении журналом. Для этого заходим в мовы или языки. И ставим везде галочки. Основная локализация. Ставим русский. Теперь у нас здесь три языка на журнале. И можно смело переходить к настройкам. Настройки состоят из пяти разделов. Детали. Политика. Отправка статей. Управление. Внешний вид журнала. Начнем по порядку. Детали. Надо заполнять везде соответственно где стоят звездочки. Нового. Ничего. Поэтому начнем. Аббревиатура. По идее аббревиатуру вам должны выдать тогда же когда вы регистрируете АССИН. Но к сожалению у нас нет аббревиатуры. поэтому мы введем здесь чего-нибудь издали напоминающую аббревиатуру. АССИН у нас есть. Также крайне рекомендуем сразу регистрировать онлайн версию АССИН. Потому что без нее дальше в наукометрические базы данных будет очень трудно попасть. Контактное лицо журнала. это в принципе главный редактор. Вписываем здесь главного редактора. Какой-то язык на русском. Ну и его почта. теперь контактное лицо технической поддержки. Вписываем в себя. письма в письме электронной почты. раздел 1.4. Это когда письма приходят кому-то. То и туда идет такая подпись. В принципе можно это не трогать. Как показывает практика. Сильно рассылкой почтовой не пользуемся. издатель. Издатель тут пишем название организации которая издает журнал. В нашем случае это один из университетов Днепропетровска. Спонсоров не трогаем. Если у вас таковых нет. 1.7 тоже не трогаем. Индексация. Это метаданные вашего журнала. То есть тут у нас ключевые слова. Написание журнала. Скопируем отсюда. Ключевые слова. Не знаю. Свои ключевые слова вписывайте. Ну вот как-то так. Историю журнала. Тоже по желанию она в разделе будет о журнале отображаться. Так. Это для одной языковой версии мы сделали. Теперь переходим на украинский. В принципе поскольку у нас в данном случае языки совпадают. То можно заполнить точно так же. Кстати очень важный момент. ой не туда нажал. В JS есть некоторые строки которые после единоразового заполнения становятся вернее и больше не нужно заменить. к сожалению я нажал случайно на кнопку назад и поэтому надо будет быстренько все заново заполнить. пополнить. Все Еще New Year и нет. Я сел ремешей или выпуск erreicht так это украинский был вот в русском видите уже у нас контакты почта заполнены можно их не трогать то есть заполняем только то что у нас не тронута со звездочками но не заполнено и то же самое в английском языке скажу сразу мы рекомендуем заполнять все заполнять все латиницей если у вас серьезные планы на ваш журнал потому что вот видите мы ввели все на русском на украинском и фамилия осталась на этом же языке то есть кириллице написано поэтому лучше всего сразу все имена все фамилии писать латиницей чтобы потом корректно отображалась то же самое описание ключевые слова допустим мы его заполнили нажимаем сохранить первый раздел есть второй раздел политики то есть принципе по подсказкам можно все легко понять что куда и зачем с тематика журнала это собственно тематика журнала которая будет размещена вкладке о журнале а нас рецензирование процесс рецензирования конфиденциальность это можно не менять по умолчанию оставить в этой в этом разделе втором пункте единственное что мы советуем вам менять так это пункт 2 и 5 здесь можно на страницу журнале вот это страница добавлять дополнительные пункты меню к примеру смотрим видим что у нас здесь есть и и добавляем допустим конфликт интересов и тут текст конфликт интересов не стоит нарушать например нажимаем добавить информацию так вот но вроде здесь появилась это добавить информацию можно еще чего-нибудь заполнить и нажимаем сохранить и продолжить но опять-таки очень важный момент мы это сделали только для одной языковой только что версии вот у нас появился конфликт интересов сейчас верну страницу назад ничего не произойдет ну вот он появился и вот текстовочка наша теперь сделаем то же самое еще для украинской и английской версии это вот конфликт для русской стоп это токшо украинский был случайно опять на кнопку нажать назад нажал ну смысл вы поняли не буду сейчас даже продолжать смысла нет сильно не зацикливаться то есть вам сейчас основные позиции расскажу а если будут какие-то вопросы пишите в комментарии или захотите на наш портал переходим к третьему пункту отправка статей признаюсь честно мы этим не пользуемся вообще то есть по сути система в системе есть функция как я допустим автор да я захожу на этот журнал и могу подать им прямо через сайт электронный вариант свои рукописи но как показывает практика большинство авторов просто находит почту либо редактора либо секретаря либо же техническую поддержку и пишет или звонит им с просьбой разместить свою статью то есть поэтому мы исходя из нашей практики не пользуемся третьим шагом вообще скроме раздела 34 здесь можно включить такие параметры к ключевых словам я потом расскажу где они находятся и в принципе все сохранить продолжить теперь проверим на другом языке что-то у нас не захотела бы переключиться английском да сохранила все нормально переходим к пункту управления тоже опять таки по подсказкам можно понять чего и как можно сделать открытый журнал пункте 41 можно сделать платный журнал через подписку и можно вообще отключить вот форму в пункте 42 нам нужно включить 4 все галочки том номер год название далее при создании выпусков он нам понадобится можно начать не указать начало издания но смысла не имеет пункт 43 нужно обязательно заполнять это для дои мы делаем для выпусков и все и включаем нумерацию страницы тоже чтобы красиво отображалась в перечне наших архивах статьи со страницами дальше можно опять таки ничего не трогать сохраняем продолжаем и пятый пункт внешний вид журнала здесь у нас пункте 51 заголовок главной страницы журнала мы можем вставить картинку это вот будет здесь в шапке размещаться можно оставить текст то есть понятно что красивее будет если сделать отдельное изображение с названием вашего журнала туда влепить чтобы красивенько было но сейчас не в этом цель нашего видео так описание журнала раздел 5 и 2 есть у нас это описание мы его сразу откорректирована подготовили то есть вот оно как выглядит мы вставили с помощью html картинку и текст потом изображение на главной странице можно ничего не трогать дополнительное содержание вот этот кусочек то есть здесь у нас мы пишем периодичность издания главные редакторы секретари говорит коллеги ссылка идет и основная информация о журнале опять это графическая версия названия логотипа журнала нижней колонки то это наш подвал то есть тут допустим можно сослаться здесь счетчики размещаются если есть желание ссылки можно разместить здесь или где-нибудь коды панель навигации это наше меню можно добавить в верхнее меню какие-то еще ссылки мы допустим делаем обычно редколлегию сюда добавляем русский язык редакционная коллегия ну и ссылка будет там соответственно на странице с редакционной коллегией здесь просто пример веду потому что система не даст нам сохранить потом вот так вот пять шесть раздел макет журнала очень интересный раздел он отвечает за отображение боковых колонок сайт баров и здесь же можно поменять дизайн нашего журнала то есть как это работает левая боковая панель не выбрана правая боковая панель слева и правая понятно это то что вообще не выбрано мы допустим можем сделать из нашего сейчас одностороннего с правой стороны сайт бара сделать два сайт бара переместив в левый блок допустим за счет кстати говоря версия 2.4.3 относительно старенькая но проверенная в ней нет русификации не полностью вот к примеру блок давайте какой нибудь там блок переключения чего нибудь перетаскиваем с помощью стрелочек в левый конец ну вернее в левый бок это информацию можно ну вот она просматривала прошу просить информация для читателей авторов библиотек находится вот здесь ее можно заменить можно вообще удалить оставить только для авторов это русский вариант нажимаем сохранить и вот мы видим наши языки перешли в левый сайт бар то есть так настраиваем как хотим кому как удобно покажем вот как уже главная страница немного приобрела вид потом потом можно остальные можно вообще отсюда все поперетягивать в разные края можно чего-то оставить чего-то не оставлять то есть тут уже как захочет полет мысли у каждого свой то есть свои логотипы свои журналы картинки поставлю но опять таки не советуем сильно делать острую яркую какую нибудь какой нибудь дизайн потому что сильно будет в глаза бросаться вот в принципе и все спасибо за просмотры ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях пишите на почту подписывайтесь на канал спасибо всего доброго